Приветствую вас, дорогие мои братья и сестры, рад осознавать, что сейчас вы там смотрите. И я хотел бы от сердца поздравить вас с нашим светлым праздником, светлым Христовым воскресением Пасхой Господней. Христос воскрес! Христос воскрес, когда я слушаю эти слова, что они производят во мне? Что происходит в моей сердце или что, подтверждая я происходящее, когда я говорю «воистину воскрес!» Я хочу прочитать из Евангелия от Матфея, с 28 главы, первые семь стихов. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господний, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись, его стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал «не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес, как сказал. Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас Галилеи. Там увидите Его, увидите. Там Его увидите. Вот Я сказал вам. Аминь». Я думаю, что вот состояние этих женщин, особое состояние, состояние такого страха, трепета, когда они увидели ангела, когда они не увидели камня, притворенного, приставленного к гробу, когда они не увидели тело, когда они увидели пелена, увидели пустую пещеру, пустой гроб. И вдали лежит камень, и на этом камне сидит ангел. И здесь написано «Вид Его, как молния, и одежда Его белы, как снег». И этот ангел говорит с ними. И Он говорит им очень радостную новость. Радостную, потому что они все-таки пришли ко гробу. Они пришли, чтобы сделать то, что было нужно сделать с мертвым телом. Но мало того, что тело не оказалось там, где оно должно лежать, здесь еще и небожитель, который живым перед ними, явно разговаривает с ними. И этот небожитель говорит им очень интересную новость. Хотя они, я думаю, знали об этом. Он говорит им о том, что нету здесь Иисуса, нету здесь тела Его. Он воскрес. И воскрес Он, как сказал. То есть, Он говорил об этом. И в воскресенье Его вышло подтверждение того, что Он говорил. Конечно, это привело в трепет, в замешательство их, но они побежали, знаем мы из Евангелия, что они побежали. Побежали говорить ученикам. И вот что мы вкладываем в смысл этих слов? Он воскрес. Что они производят в нашей жизни? И на что они направляют мою жизнь? Когда я слышу это, слышу не просто ушами, слышу сердцем. Христос воскрес. Интересно, что вот само воскресение, конечно, оно приводит в трепет. Не было в моем опыте, да никто из нас, вот присутствующих сейчас, сидящих у экрана, никогда не видел, никогда не видел человека, чтобы вот умер он и потом оказался живым. Если так бы произошло, то это, скорее всего, какая-то медицинская ошибка была там или еще что-то, да? Но здесь явно, здесь явно. И воскресение это всегда как бы радостное что-то, радостное событие. Конечно, праздник воскресения в нашей церкви, во всех церквях, это праздник радости, это торжество. Но что торжествует в этот день? Это торжество жизни. Жизнь. Жизнь победила смерть. Это торжество свободы. Свобода победила плен. И это торжество любви. Любовь победила ненависть. Я хотел бы поговорить, обратить ваше внимание вот в этой короткой проповеди о трех аспектах победы Иисуса Христа. Даже не победы, а торжества победившего Царя. Наш Иисус – Бог, Царь победивший. А победы, о торжестве жизни. Когда мы читаем первое послание Коринфина и 15 глава, такой гимн, гимн воскресению. И здесь все аспекты воскресения Иисуса Христа и действия Его в нашей жизни через нашу веру, они как бы раскрываются. И первые семь стихов, они говорят о том Евангелии, которое Павел напоминает нам, уверовавшим. Я читаю с первого стиха, 15 глава, первое послание Коринфина. «Напоминаю вам, братья Евангелия, которое я благовестовал вам, которое вы и приняли, в которой мы утвердились, который мы спасаете, если преподанное удерживаете так, как я благовестовал вам, если только нечетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день, по Писанию, и что явился Кифий, потом двенадцати, потом явился более, нежели пятистан братьев, в одно время из которых большая часть даны не в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, так же всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию». Хорошие слова, хорошие слова человека, который воочию видел Иисуса Христа Воскресшего. Не в момент его воскресения, не в первые дни, после. Прошло уже значительное время, уже церковь начала образовываться, да, и где-то, может быть, прошло там, ну, больше, чем полтора месяца, больше, чем два месяца, да. Но он среди очевидцев воскресения Иисуса Христа, он среди очевидцев воскресшего Иисуса Христа. У него лично, сам, лично была беседа, лично было общение с воскресшим Иисусом Христом. Он об этом нам и говорит в своих посланиях. Но здесь мы видим, что он напоминает нам Евангелие. И суть этого Евангелия – три события. Три события, которые произошли не с нами, они произошли с Иисусом Христом. Это смерть, погребение и воскресение. И воскресение является основанием или основным событием Евангелия, той радостной вести, которую мы услышали, в которой мы утвердились, и что, и которой спасаемся, да, если только все правильно сделали, если правильно все приняли, правильно утвердились, да. И смотрите, что говорит Евангелие или о чем говорит Евангелие через события воскресения Иисуса Христа? Или что Бог говорит нам воскресением Иисуса Христа? Оно говорит нам о том, что мы оправданы. То есть человек теперь невиновен перед Богом, он получил оправдание, он получил спасение, будучи признанным праведным через праведность Иисуса Христа. Я думаю, что каждый из нас, когда открывал первый раз Писание, обычно это был Новый Завет, то мы видим, да, что очень интересно начинается Новый Завет. Там написано, что мужчины рожают, там написано такие слова Евангелия от Матфея, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, да. И я думаю, это как бы такое первое впечатление от чтения Нового Завета, обычно такое сомнительное, да что ж такое написано, никогда у нас в роддомах нет мужчин, всегда это делают женщины, да. И я даже встречал одного человека, который пытался мне объяснить, что есть какой-то новый перевод Библии, в котором написано все правильно, да, а в вашей Библии написано неправильно, да. Но если мы посмотрим на идею, библейскую идею, как появляется человек на свет, тогда мы увидим, да, что человек, муж, семя его помещается в женщину, да, пусть это так звучит, помещается в женщину. И женщина приносит ему сына, и от сына производится новый потомок, да. Женщина как бы сосуд, которым Бог пользуется, да, но семя мужчины. И знаете, если так продолжать, если так рассуждать о каждом из нас, да, то сын мой, он во мне, я в отце. И продолжая так, назад в поколение, из поколения в поколение, мы рано или поздно дойдем до Адама, да. И получается, что я был в Адаме, когда Адам грешил. И поэтому что? Поэтому мой грех, это не мой грех, а это то, что я делал в Адаме. И грех Адама, это и мой грех. И поэтому мы не несем, или как бы скажем, это неправильно говорится, когда мы несем ответственность за то, что делал когда-то Адам. Мы вместе с ним это делали, наше семя было, мы были в генах этого человека, когда он грешил. И поэтому греховная природа, она является нашей сущностью. И не надо нас учить греху. Это все в нас живет. А Христос не так. Христос не был в Адаме, потому что он родился от жены. Он родился от семени Духа Святого. И поэтому он святой и праведный. Поэтому святость это его сущность, как наша сущность греховная природа. И поэтому, если мы читаем в первое послание Коринфянам 15 глава, там четко написано, что смерть грехом вошла в жизнь человека. И в жизни Иисуса Христа не было греха, он не сделал ни одного греха. И поэтому смерти в его не было. Но он умер. Он умер. И факт смерти зафиксирован людьми, которые в этом хорошо разбираются. А это о чем нам говорит? Это говорит о том, что смерть грехом присутствовала в тот момент, когда он умирал. Чей это был грех? Это был грех мой и твой, дорогой мой брат, дорогая сестра, дорогой друг. И если бы он остался мертвым, то люди бы сказали, ты обманщик, ты обманул нас, ты никакой святой, не святой, ты такой, как все. Но что? Он воскрес. И это о чем говорит? Это говорит о том, что воскреснув, он победил грех. И когда мне говорят, Христос воскрес, это мне говорят о том, что Бог простил тебя. Тот грех, который ты несешь себе, он тебе не вменяется. Все. Бог принял жертву и милостивление. Поэтому воскресение Иисуса Христа, факт воскресения того человека, который почти 2000 лет назад умер на кресте, где-то в далекой Палестине, оно непосредственно касается меня и тебя. И если я верой принимаю Иисуса Христа, если я отождествляю себя с Его смертью, погребением и воскресением, значит, что? Значит, я имею надежду на то, что однажды я буду жить с Ним. Смерть не имеет теперь и надо мной никакой власти. Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 25 стиха. Иисус сказал ей, Марфе, сестре Лазаре, «Я есть им воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, а живет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему, дорогой брат, если веришь, значит и ты не умрешь, значит и ты, даже если умрешь, а живешь, значит и ты, доверив свою жизнь Иисусу Христу, надеясь на жизнь вечную, жизнь вечную, как дар, который дал нам Спаситель, умерев на кресте и подтвердив это своим воскресением». Воскресение Иисуса Христа – это торжество свободы. Человек, когда вожелал, он именно вожелал, он захотел быть равным Богу, как Бог, знающий добро и зло, он попал в рабство. Даже апостол Павел говорит, что я делаю не то, что хочу. И я думаю, каждый из нас понимает и осознает, что рабство – это как раз, когда ты не волен распоряжаться собой, когда ты делаешь не то, что ты хочешь, а то, что говорит тебе твой Господин. Конечно, в большинстве своем мы пленники своих желаний или как своих вожделений, но мы можем в той или иной мере контролировать их, но все-таки воспринимать себя как рабом только желаний – это не совсем тот плен. Мы рабы плоти своей, мы рабы, люди рабы своего «я». Это «я», плоть моя греховная, она торжествует. Она торжествует в жизни человека, и дела этой плоти, они производят те дела, которые ведут к смерти. Дела плоти – суть смерти. Все, и другой сути нет у него. Почему они смерть? Потому что Бог справедливый и праведный, Он обязательно наказывает грех. Он наказывает грешника за его противление, его воли. И поэтому, если мы по плоти живем, мы умрем. Однозначно. И поэтому человек, живущий по плоти, он что? Он находится под проклятием закона. В послании Римлянам, в 4 главе, 25 стих, последний стих этой главы, он говорит нам о том, что Христос предан за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. То есть, другими словами, мы невиновны, мы ни от кого теперь независим, если мы приняли смерть Иисуса Христа, и если мы поверили в воскресшего. Мы должны принимать свободу из его рук. Но вопрос, как мы распоряжаемся этой свободой? Давно я уже читал, помните, в 1988 году, в Армении, в Спитаке было такое разрушительное землетрясение. Очень много пострадало. Я здесь работал в одной монтажной организации. Нас даже ребята отправляли к Крановщикову, бульдозеристов, отправляли в командировку туда. Они видели это все, очень много пострадало. Очень много домов было разрушено, много смертей было. И вот потом, после я прочитал, что в одной из тюрем, это небольшая колония была, не тюрьма, 200 человек там, сидельцев были. И хозяин этой колонии, да, он собрал всех осужденных, и он сказал, я понимаю, что у вас произошло, я понимаю, что у всех горе, смерть в ваших семьях, и я вас всех отпускаю на две недели. Идите, но вернитесь назад. И самое интересное, что все вернулись, никто не убежал. Потому что как можно перешагнуть, да, вот через такое доверие, как можно попирать вот такое отношение к тебе, да, ни у кого не хватило совести, да, даже у преступников, ни у кого не хватило совести, да, вот перешагнуть через это понимание. Иисус Христос сказал, что Он отпустит измученных на свободу. Вот знаете, есть такой образ ветхозаветний, если в юбилейный год ты отпускаешь раба на свободу, а ты должен это сделать, то Он может вернуться к тебе. Но вернуться при том условии, если Он очень полюбил своего Господина. И полюбив Господина, Он приходит и прикалывает ухо свое шилом к косяку двери и говорит, я раб твой навеки. Почему раб твой навеки? Потому что я люблю тебя, да. И вот знаете, мы такие рабы навеки нашему Господу. Он отпустил нас на свободу и дал нам право распорядиться этой свободой. И если мы действительно поверили Ему, если воскресение Иисуса Христа – это не пустой звук, то мы пришли и сказали, я раб твой навеки. Вот это рабство нашему Господу Иисусу Христу – это и есть та настоящая свобода в Господе. И поэтому, когда я и ты слышишь, Христос воскрес, это значит, ты свободен. Это значит, никто не имеет над тобой власти. Это значит, Бог любит тебя. И в Господе Он отпускает тебя на свободу. Все, конец твоих мучений. Конец темницы открыта. Что тебе нужно сделать? Тебе нужно сделать шаг навстречу этой свободе. Услышав вот эту радостную весть о воскресении Иисуса Христа, сделать шаг на твою свободу. Воскресение Иисуса Христа – это еще и торжество любви. Есть история такая, в Евангелии от Матфея она записана, история исцеления слепого, немого. Причина болезни – его был бес, который сидел в нем. И когда Иисус Христос изгнал этого беса и немой стал говорить, видеть и слышать, произошла различная реакция у людей, которые видели все это. Я хочу прочитать из 12 главы Евангелия от Матфея, с 38 стиха. «Тогда некоторые из книжников-фарисеев сказали, «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ, «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был в очреве кита три дня и три ночи, так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи». Люди, видевшие это событие, событие, которое имеет в основе своей проявления не человеческой, а божественной силы, они должны были сделать вывод, кто это сделал. Это сделал Бог, Мессия, который пришел на землю, или там что-то произошло другое. И они стали перед выбором. И они этот выбор сделали. Они этот выбор сделали не в пользу Бога. Они обвинили Иисуса Христа, что источник силы Его не Бог, не божественный, а князь бесовский Вильзеву. И не захотели они признавать мессианство Иисуса Христа. И оправдывая это, они сказали, «Ну, еще что-нибудь покажи». И вот здесь Иисус говорит о том, что вы лукавые и вы неверные, прелюбодейные. Человек стал видеть и слышать, бес оставил Его. Каким образом это произошло в Его жизни? Любовь прикоснулась. Любовь прикоснулась и изменила Его жизнь. Все, что пленяло Его, все, что определяло Его существование, тот, кто определял Его существование, Он оставил Его. Иисус освободил этого человека. Знаете, вот верой открывается нам, прежде всего, любовь Божия. И прикосновение этой любви, оно меняет нашу жизнь. Я думаю, много свидетельств тому, как мы были такими же бесноватыми, как мы приносили боль, горе нашим родным, тем, кто любит нас. Да вообще, наша жизнь была разрушена бесом, этими всякого рода бесами. И вот пришел Иисус, прикоснулся Своей любовью, и это все ушло. Это все ушло в никуда. И мы почувствовали, познали силу Его любви, силу прикосновения этой любви. И вот здесь Иисус Христос говорит, как бы отвечая им на вопрос или на просьбу их, покажи нам еще что-то, Он говорит, вот то, что я вам покажу, показал, это достаточно. То есть, для того, чтобы ты уверовал, достаточно узнать о воскресении Иисуса Христа. Если ты начинаешь говорить, покажи еще что-то, ты лукавишь. И если я ищу еще чего-то, кроме встречи с воскресшим Иисусом Христом, я неверный. Интересно, что, когда воскресший Иисус Христос встречается с учениками, и вот в этой беседе Петра троекратный вопрос, о том, любишь ли ты меня. И наши отношения с Иисусом Христом как раз и построены на том, любим ли мы Его. Готовы ли мы ради этой любви пожертвовать всем? И как Он говорит ученикам, как возлюбил Меня Отец, так и Я возлюбил вас, прибудьте в любви Моей. Вот эта готовность прибыть к Его любви, готовность нести эту любовь людям, это и есть вера Моя воскресшего Иисуса Христа. Христос воскрес. Что значит для меня? Это значит, что Бог любит Сына, и в Нем мне подарил Свою любовь. Братья и сестры, я еще раз поздравляю вас с этим светлым праздником. Пусть эта радостная весть Христос воскрес, она будет не только на наших устах, она будет и в наших сердцах. Пусть воскресение Его, сила воскресения Его, которая открылась нам в Евангелии, она совершает нас. Пусть эта весть о том, кто любит нас, о том, кто любит всех, она освобождает. Он победил смерть, и Он открыл нам жизнь свою. Аминь.